Плавательному бассейну Архимедов Спасибо, что вы опять сегодня с нами, что разделяете наши чувства и эмоции и вместе с нами встречаете наш юбилей. Правильно сказал уважаемый Архимед, вот уже 50 лет под сенью его имени рассекают голубые дорожки тысячи наших и окрестных жителей. У нас набираются они здоровья, бодрости, хорошего настроения и творческой энергии. Подумать только своими крепкими телами, они за эти годы уже вытеснили целое Московское море. Заместитель главы городского округа Дубна Николай Матвис поздравил коллектив всех любителей спорта и отметил, что вклад бассейна в науку надо еще исследовать. Ученые наверняка не раз восклицали Эврика именно во время плавания. Много воды утекло с тех пор, как в бассейне совершал заплыв академик Георгий Флеров. Но есть среди участников сегодняшнего заплыва один уникальный человек, который плавал здесь на открытии бассейна. Геннадий Алексеевич Ососков и сейчас не утратил спортивную форму, хотя ему уже 90 лет. Он 60 лет работает в ОИЯИ. Главный научный сотрудник лаборатории информационных технологий, профессор, доктор физико-математических наук, уверен, что именно регулярное плавание в бассейне является главным фактором его долголетия. «Ровно 50 лет назад я участвовал в таком же забытии, заплыве на открытии Архимеда. Тогда я плавал много быстрее, у меня был второй разряд, и я мог проплыть за минуту 12 метров. Заметьте, я до сих пор работаю в ОИЯИ, я профессор университета, читаю лекции и веду работу в ОИЯИ. Я думаю, здоровье сохранилось, потому что я плаваю два раза в неделю в Архимеде». Заплыв малышей и ветеранов от 5 до 90 лет – вот наглядное свидетельство того, что самый большой в Дубне 50-метровый бассейн, где 8 дорожек, а глубина доходит до 5 метров, привлекает людей всех возрастов. Четыре поколения дубницев объединяет Архимед. Среди пловцов – Игорь Морозов, победитель и призер Кубка России, европейских и мировых соревнований в категории «Мастерс», руководитель дубнинского клуба плавания «Мастерс 105-й элемент». В бассейне Архимед он начал заниматься в 6 лет. «Весь фундамент моей спортивной карьеры и вообще всех моих достижений, он связан с бассейном Архимедом. Поэтому, конечно, только самые теплые, самые радостные воспоминания любим, ценим, уважаем этот коллектив. Поэтому всем желаем, всем нашим большим клубам «Мастер 105-й элемент», желаем всем крепкого здоровья, успехов и дай бог здоровья. Я здесь тренировался до 2001 года. Здесь под руководством Игоря Семеновича Бершанского выполнил норматив «Мастера спорта». Дальше был небольшой перерыв, связанный с моей учебой. Вернулся в спорт уже в статусе ветерана. Принимаю активное участие в движении «Мастерс». За нашими плечами очень много соревнований нашего клуба большого. Это и участие в чемпионате мира, и в олимпийских играх ветеранских. В день 50-летия бассейна состоялось награждение старейшего сотрудника бассейна Валентины Ивановны Лебединой. Она хорошо помнит, как в бассейн приходил Георгий Флёров, как занятия по водным лыжам проводили братья Нихаевские. Я работала в бассейне 1971 года. В наших стенах выросло не одно поколение спортсменов. Сейчас сами спортсмены стали бабушками, мамами, дедушками и водят сюда внуков. У нас дружный коллектив, который возглавляет Владимир Николаевич Ломакин. И мы все стараемся, чтобы посетителям, которые к нам приходят, было удобно и комфортно. Я работаю уже 38 лет директором бассейна. Во главу гласа, что уважение к посетителю. И для нас посетитель самый дорогой человек. И его здоровье – это наш основной успех и наше богатство. Бассейн строился одним из первых в Московской области. Сейчас, вот я был на семинаре, сказали, таких бассейнов 73 в стране всего. Соревнования у нас самые разнообразные. Основные наши фишки, значимые соревнования – это памяти Георгия Николаевича Флёрова, академика, Зуева. И вот сейчас мы пытаемся его сделать традиционный, посвященный дню рождения бассейна. Ну и много-много других соревнований. И областных, и детская спортивная школа, которая базируется на нашей воде, она проводит до 20 соревнований в год. Бассейн относится к социальной инфраструктуре Объединенного института ядерных исследований. Вот уже полвека он является кузнецей спортивных рекордов, здоровья и долголетия. Его своеобразное здание привлекает взгляды тех, кто проплывает по Волге мимо Дубны. Сегодня у нас замечательный праздник, полувековой юбилей празднует наш, наверное, самый любимый спортивный объект. Пусть это не в обиду другим спортивным объектам будет, но бассейн «Архимед» действительно такое сердце спорта всего института и всего города. И не только спортсмены, а просто те, кто хочет расслабиться, восстановиться после рабочего дня. С удовольствием все эти годы приходили и приходят в бассейн «Архимед». Мы действительно его очень любим, очень ценим, бережем. И главное, что в бассейне сегодня есть, это не только прекрасная вода и 50-метровые дорожки, а это тот коллектив, который настоящие герои, которые действительно все 50 лет выкладывают не только все свои силы, а вкладывают душу в этот бассейн. Более двух тысяч человек посещают бассейн «Архимед». У нас сегодня праздник. Я думаю, он праздник и для всего города, и для всех дубнинцев. Прислал поздравительную программу председатель, президент Федерации плавания, многократный олимпийский чемпион Владимир Сальников. В «Архимеде» было жарко не только на голубых дорожках. Спортивный азарт поддерживали музыканты и танцоры, певцы, участники творческих коллективов «Дубны», хореографического отделения «Дыши и вдохновения», балет «Дубны», воспитанники фитнес-клуба «Юноспорт» и многие другие. Солист вокального коллектива «Зажигай» Дворца культуры «Октябрь» Никита Вагин исполнил всем известную песню. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена.